Добрый вечер, вы перелись Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня в Москве глава Республики Рашид Темрезов принял участие в семинаре-совещании по проблеме наставничества в России, которое предваряет завтрашнее заседание Госсовета по председательствам президента Владимира Путина. Воспитание подрастающего поколения является принципиально важным для определения будущего страны. Об этом сегодня заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. И особую роль в этом процессе играют наставники в самых разных сферах – производстве, образовании, в науке, здравоохранении, культуре, спорте, а также общественной деятельности. Участники встречи обменялись мнениями, предложения, выработанные на семинаре, будут представлены на заседании Госсовета. Сегодня прошла очередная 52-я сессия парламента Карачаева-Черкесии. Народные избранники одобрили десятки законопроектов. По окончании сессии депутаты и члены правительства направились к «Елке желаний». Подробнее расскажет Мурат Жанкезов. Проект республиканского бюджета на 2024 и плановые два года имеет ярко выраженную социальную направленность. Общий объем расходов запланирован в сумме около 34 миллиардов рублей. При формировании расходной части были учтены пожелания, которые были высказаны в ходе публичных слушаний. Для этого депутаты разработали таблицу по правах, в которую включены десятки позиций. Предусматривается средство, это в рамках послания главы, на погашение задолженности перед молодыми семьями, которая сложилась в 18-19 годах на приобретение жилья. Предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации по питомнику для бездомных животных и так далее. Депутаты единогласно приняли законопроект и о республиканском материнском капитале при рождении четвертого и последующих детей, в нем установлен перечень исключительных случаев, когда наступает право на распоряжение средствами маткапитала, независимо от срока, истекшегося дня рождения ребенка. Данным законопроектом расширяется перечень, куда можно использовать маткапитал, если исключительных случаев, когда надо досрочно его использовать. Это на водоснабжение, подключение к электросети, водоотведение. Вот по таким случаям разрешается маткапитал досрочно использовать. Я думаю, что это будет очень удобно. И мы приняли еще таблицу поправок к этому, чтобы собрать документацию, она упрощает гораздо больше. Поэтому, я думаю, это расширит и очень удобно будет при использовании досрочно маткапитала. Всего депутаты рассмотрели 17 вопросов. Ряд принятых законопроектов был приведен в соответствии с федеральным законодательством. По окончании сессии депутаты и члены правительства приняли участие в новогодней акции, чтобы исполнить детскую мечту. Установленную в доме правительства елку нарядили тематическими открытками, в которых были написаны новогодние желания детей. Каждый, участвовавший в акции, снял с елки несколько праздничных открыток, чтобы исполнить мечту детей. Мечтает о куртке зимней, кто-то из наших ребят, мечтает о смарт-часы Redmi и мечтает о Яндекс-колонке Алиса. Наверное, такая акция, которая действительно доходит непосредственно для тех ребят, которые нуждаются, ждут. Для многих это не стоит таких больших усилий сделать приятное, но дети-то радуются, довольны. Я думаю, и те, кто эти подарки дарит, им тоже приятно. Чао Ильва, 10 лет мечтает о бьюти, бокса для подростков. Лахитов Ислам, 14 лет, мечтает о музыкальной колонке. Райпанов Амиран, мечтает о гитаре. Все купим до Нового года. Сегодня детишки обратились, свои пожелания повесили на елку желания. Самир, 13 лет, мечтает о велосипеде. Обязательно исполним, Гасса Мира. Элина, мечтает о картине. Тоже исполним. Алина, мечтает Яндекс-коллекция Алисы. Данная акция приносит радость нашим детишкам. И все члены правительства, и состав правительства, все мы каждый год снимаем, для того, чтобы исполнить в Новом году пожелания наших детишек. И мы обязательно это все исполним. Мусакаев Осман, 14 лет, мечтает о трюковом самокате. И у нас получается еще Коробков Алексей, беспроводные наушники. Поэтому обязательно всем приобретем и поздравим с Новым годом. Мурат Жанкиозов, Вести Карачаева, Черкесия. Шары с заветными желаниями ребят украсили елку Дворца культуры города Черкеска. В каждой новогодней игрушке искренняя чистая мечта ребенка. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. И до Нового года они обязательно исполнятся. И каждое желание будет предварено в жизнь. Сказали мэр Черкеска, Алексей Баскаев и депутаты городской думы. Ребята просили у Деда Мороза и Снегурочки. Конструкторы, куклы, квадрокоптеры, наборы для рукоделия и многое другое. Пусть вера в новогодние чудеса подарит детям крылья для будущих свершений, побед. И для счастливой, благополучной, интересной жизни. Отметили участники акции. 2000 хачанов, 300 литров айрана, лукумы, консервированные запасы на зиму, бесчетное количество питьевой воды, а также принадлежности личной гигиены, теплые одеяла, матрасы и все это и многое другое подготовили Совет Старейшин Республики совместно с кулинарным техником города Черкеска для бойцов СВО. Уже в ближайшее время машины с гуманитарным грузом будут в зоне спецоперации. Альбина Курачинова-Кенжева продолжит тему. Мероприятие началось с гимнов России Карачаева-Черкесии. Присутствующим был представлен ролик о наших бойцах на СВО. Ни одна партия гуманитарки уже доставлена нашим военным. Каждый, кто участвует в данной акции, хочет помочь бойцам преодолеть трудности военной обстановки и быта. И надеется, что переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия, согреть их, чтобы они почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в их победу. Кулинарный техникум во главе с руководителем, преподавателями и студентами говорят, невозможно оставаться в стороне, когда солдаты воюют. Нашим защитникам очень важна поддержка земляков, душевное тепло, забота и внимание. Мы вот заупаковали наши хачаны, мясо сушеное заупаковали сейчас, айран заупаковали, компоты, соленья все заупаковали, приготовили. Сейчас ребята помогут нам. Очень старались все. Как вы считаете, какие чувства будут у бойцов СВО, когда они будут есть? Им будет очень приятно, потому что весточка из дома всегда приятна. Что им пожелаете? Здоровья. Здоровья. Только здоровья. Будет здоровья, все будет. Не только родные, но и вся республика ждет наших бойцов с победой, живыми и невредимыми. Поделился председатель Совета старейшин Карачаева-Черкесии Инвера Ардуханов. Бойцы нуждаются в нашей поддержке, и мы их не подведем. Поэтому сбор гуманитарной помощи не останавливаем. Большое спасибо всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарной помощи нашим военным. Это у нас даже, я уже стыдно говорить, какой я уже машину отправляю. Не буду говорить. Это даже Аллах видит. Я хочу сказать, под Новым годом мы действительно хотим детей там обрадовать. Потому что это дети наши в этом холоде, в этой бедной, действительно, также холоде, они стоят за нашу Россию. За нашу Россию. И поэтому мы обязаны им отправлять грузы. И пусть те, которые готовят нам все этот продукт, все это делают, спаси им большое от чистой души. Гуманитарный конвой отправился сегодня в зону СВО поддержать военнослужащих и передать тепло родной земли. Посылки будут доставлены землякам и ребятам. В составе груза крупы, консервы и различные продукты питания. Домашняя выпечка, хачаны и дающий силу горский напиток Айран. Альбина Курочинова, Кенжева, Мураджан Кёзов. Вести. Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 16-21. Ночью в предгорных и горных районах до 30 метров в секунду. Температура ночью 0,5. В горах до 5 градусов мороза. А днем до плюс 15. Местами до плюс 9. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. А днем 12-14 градусов тепла. В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и празднования новогодних и рождественских праздников, предупреждения гибели и травмирования людей в местах проведения мероприятий, сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии провели операции «Новый год». Они проинструктировали руководства и продавцов о требованиях пожарной безопасности при хранении и продаже пиротехнических изделий в одном из магазинов города Черкеска. Осмотрели условия хранения пиротехники и сертификаты соответствия. В первую очередь надо выбирать продукцию в специализированных магазинах, а не где-нибудь за углом. И вы обязаны, грубо говоря, потребовать в магазине, где реализуют эти пиротехнические изделия, сертификат. Пиротехнические изделия должны храниться не в сухих местах, чтобы солнечные лучи не попадали. И просьба к населению, когда запускаете петарды, фейерверки, детям нельзя разрешать. Отходить на безопасное расстояние от жилых административных зданий, чтобы на деревья или те же провода не попадали. То есть на безопасное расстояние. Где летают бобры, попугаи катаются на велосипеде, ходят дрессированные верблюды с яками. Конечно же на арене Кислободского цирка, где состоялась премьера новогоднего шоу «Дикая планета». Зрители увидели захватывающее путешествие в мир волшебства, приключений, головокружительных трюков. Выступление артистов вдохновили и Альбину Ламкову. Перед началом основной программы детей встретили у здания цирка. Развернулось праздничное выступление у елки. Веселые эльфы и их дружок Снежок устроили настоящий праздник. После конкурсов и поздравления Деда Мороза и Снегурочки все направились на представление по почетной красной дорожке. Перед входом настоящий аншлаг. Несколько сотен жаждущих узнать, чем будут удивлять артисты цирка. Выступление в преддверии Нового года непременно будет волшебным. Долгожданный праздник больше всего ждут дети. Главный подарок для детей – это цирковое представление, уникальное шоу. Я думаю, понравится всем. И детишки наши уедут из города-курота Кисловодска, и у всех будут улыбки на лица. Этот цирк особенный, потому что в нем всегда выступают удивительные люди, удивительные артисты. И мы всегда радуемся. Ну а когда мы можем подарить праздник детям, да еще накануне Нового года, это вообще замечательно. Звезды на манеже и под куполом оправдали ожидания. Представление – дикая планета с элементами спектакля. По его сюжету зрители попадают в сказку, в которой знакомые всем персонажи Баба-Яга и Кикимора работают смотрителями в музее Деда Мороза. Они ичаянно разбивают священный тотем, в результате чего все экспонаты музея начинают оживать. А Новый год может и не наступить. Смотрителям нужно найти и соединить заново все части волшебного символа. В поисках артефактов сказочные герои, вместе с ними и все зрители отправляются в волшебный и удивительный мир, украшенный цирковыми номерами, яркой дрессурой и хореографией. На манеже появляются акробаты, воздушные гимнасты и жонглеры. Их друг за другом сменяют дрессированные животные. Сообразительные попугаи, дружные собаки и обезьяны. Несомненно, украсили выступления грациозные лошади. Их дрессирует Вера Мещанова. Понимание между человеком и животным главное в их обучении. Всю свою жизнь в цирке. Но каждое представление... Я волнуюсь так, как будто я не выходила на манеж никогда. То есть, знаете, это волнение, это наоборот хорошо. Ты концентрируешься лучше. И это говорит о том, что тебе не все равно, что происходит. Ты нервничаешь, переживаешь, но ровно, когда начинает играть музыка, все успокаивается. Горделевый верблюд демонстрирует гостям, что они – властелители пустыни. Представление поражает разнообразием видов животных. Яки и, конечно, главные звезды шоу «Североамериканские бизоны» увлекли гостей в удивительный мир, наполненный волнующими трюками и экзотическими животными, погрузив всех в мир Дикого Запада. Получилось очень необычное представление, спектакль настоящий. Жили животные, настоящие бизоны древние, североамериканские и много других разных животных. Горные яки, верблюд, бобры, необыкновенные какие-то волшебные лошадки. Дети и родители вместе радовались и удивлялись цирковым номерам. Хорошее настроение и море позитива подарили артисты зрителям. Особенно понравились обезьянки. Стекимары тоже нравятся. Понравилось, как девочка в колесе крутилась. Понравились все артисты. Мне понравилось, как собачка была на лошадке. Кони. Попугай. Стоит пройти в цирк, чтобы быть счастливым и радостным. Любимый вам Кавалей Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия, Кисловодск. В Новый год с новой программой. Завтра на нашем канале премьера шоу «Музыка нас связала». Яркие гости программы вспомнят интересные истории своей творческой жизни, о своем становлении в профессии и о том, как их судьба свела с музыкой. На протяжении праздничного вечера прозвучат популярные песни из новогодних кинофильмов. Также расскажем о традиции 31 декабря ходить в баню и какой веник самый лучший. Встречаемся 27 декабря в 16.30 на телеканале «Россия». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Тайны следствия. Мастер на все руки». Часть первая. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok